Всем привет, друзья! Мы сегодня стартуем с небольшой задержки. Уж не обессудьте. Так бывают технические накладки. Представлюсь. Меня зовут Святослав Коба. Я врач-стоматолог медгруппы Fantasy. Сегодня обещаю вам от аккаунта Dental Fantasy, потому что тема у нас очень интересная. Подготовка ребенка к школе. У нас с вами стартует с первого, вернее в этом году, со 2 сентября. Новый учебный год. Сегодня с коллегами освещать вопрос, как нам наших маленьких ребят подготовить к этому самому. Немножко приоткроем эту тему. Я думаю, что подписчики Dental Fantasy об этом в курсе. Ну, может быть, ответим на какие-то ваши вопросы. Не стесняйтесь, задавайте их во время эфира. Также со мной сегодня коллеги Илона, психотерапевт. Обсудим важные моменты психологической подготовки ребенка к посещению школы. И, может быть, даже затронем психологическую подготовку родителей к тому, как подготовиться. И как выстроить, как минимум, продуктивный диалог для того, чтобы вашему ребенку было комфортно в новых условиях, в которые он погружается. И также ждем еще Татьяну. Это наш врач-педиатр. Соответственно, будем обсуждать перечень необходимых обследований медицинских, вакцин, анализов, которые тоже необходимы для того, чтобы получить как минимум допуск к тому, чтобы ребенок попал в школу формальный. А вот и с точки зрения еще и здравого смысла, что нам нужно. Илона, давайте проверим звук. Да-да, я здесь. Всем привет. Рада всех приветствовать в нашем прямом эфире. Мы можем, кстати, немножко рассказать. Да, поделились до эфира, что еще немножко с точки зрения, как сами родители, да, расскажем. У меня двое детей. Один старший сын сейчас идет как раз в пятый класс. Он идет в среднюю школу. Это немножко не первый класс, но все равно там есть специфика подготовки. И тоже мы сейчас, кстати, озаботились тем, что нужно пройти диспансеризацию, потому что, да, вот допуск медицинский в учебное заведение должен быть. А дочка у меня ходит в детский сад, но это не тема сегодня. Он был, кстати, запрос на присоединение. Смотри. Здорово. Ну, мы можем начать, на самом деле, тогда сместить немножко и начать действительно с психологической подготовки. Да, для нас, как для родителей, наверное, тоже такое трепетное время, сложное психологически, когда мы отправляем ребенка в новое условие, в новое место. Добрый день. Привет. Вот и Татьяна. Да, слышно. Да, слышно, видно. Да, Татьяна, как я уже говорил, врач-федиатор. И мы будем обсуждать, собственно говоря, я так понимаю, что на самом деле самый большой и основной запросов, не у всех вообще там и по требованиям, да, когда мы в учебное заведение. Ну, это вообще приурочено к тому, что человек там идет в школу, ему необходимо проходить диспансеризацию. Ну, потому что это прям очень удобно структурирует, на самом деле, походы. Мы не так часто к врачам обращаемся. Это естественная человеческая природа, да, только когда жалобы появляются. И как вот эту диспансеризацию вклинить? И, видимо, решили это вклинить как раз к тому, что там ребенок идет в сад, в школу. И я так понимаю, что это ежегодно вообще перед каждым следующим классом необходимо тоже пройти медицинское обследование. Вот, Татьяна, расскажите, пожалуйста, минимальный перечень требований, что вообще проходит в этом комплексном ЧКПе перед школой? Какие специалисты? Какие необходимо, там, я не знаю, вакцинацию какую провести? Какие-то дополнительные обследования? И, может быть, наши какие-то рекомендации немножко дополняют или отличаются от общепринятых? Спасибо большое. Да, действительно, ранее прохождение этой медицинской осмотра, медицинской диспансеризации было обязательно. И ранее, в 2018-го года, это оформление этой медицинской карты, скажем так, без нее не брали в школу. То есть все было вот настолько обязательно. В дальнейшем приказы немножко поменялись. И сейчас деток, конечно же, берут в школу без этой медицинской карты, но они все равно должны проходить медосмотры для того, чтобы школа в том числе знала о состоянии здоровья ребенка, о том, какие нагрузки можно давать ребенку, и есть ли какие-то у ребенка вообще проблемы. А по нашему новому приказу, на котором мы сейчас основываемся, перед осмотром детей в школу, детки должны вообще проходить ежегодные осмотры, то есть начиная с самого рождения, на первом году жизни, даже там ежемесячно, и по мере взросления. То есть эти профосмотры сводятся к тому, что мы деток смотрим каждый год. И в зависимости от того возраста, в котором ребенок поступает в школу, то есть это шесть, некоторые детки идут с семи лет, список специалистов и проводимых обследований может немного отличаться. В шесть лет он чуть-чуть пошире, в семь лет он немножко сократился, но это просто потому, что детки должны уже были пройти по возрасту, скажем так, всех специалистов в шесть лет, и просто повторно прохождение специалиста уже не требуется. То есть поэтому за счет этого именно список сокращен, и список обследований тоже. Родителям на заметку удобнее будет в семь лет отправлять в школу, потому что поменьше надо будет проходить специалисты. Да, поменьше, но мы тем не менее все равно предлагаем родителям, скажем так, пройти, если ранее так может получиться, что по каким-то причинам ребенок в шесть лет не прошел специалист, то мы все равно предлагаем пройти тех специалистов, которые были не пройдены для того, чтобы закрыть, скажем так, все наши ниши, чтобы ребенок был всесторонний, скажем так, обследован. Татьяна, давайте тогда как раз перечислим перечень этих специалистов обязательно. Сколько их там? Больше десяти или меньше, я надеюсь? Ну, поменьше, мне кажется. Смотрите, в шесть лет, все начинается, конечно, с педиатра, потому что педиатр определяет, в принципе, перечень специалистов и обследований. В шесть лет ребенка должен также осмотреть невролог, травматолог, хирург, офтальмолог, лор-врач, детский психолог, детский стоматолог. Также должен быть ребенок обследован эндокринологом, и девочки – это акушер-гинеколог, мальчики – это уролог. Также проводятся УЗИ брюшной полости и почек, УЗИ сердца, ЭКГ, и исследуется общий анализ крови и общий анализ мочи. Это вот такой перечень специалистов, комплексное, скажем так, обследование, которое по нашим рекомендациям ребенок должен пройти в шесть лет. Это почти как медкнижка для получения работы. Да, на самом деле так как бы и есть. Это выдается такая большая книга. Сейчас она как бы не так, чтобы обязательная, но школа требует. И вот она выглядит именно такой огромной вот книгой. Туда вписываются все ранее проведенные вакцинации, которые были у ребенка. Поэтому как бы родителям необходимо предоставить данные о вакцинации детей, чтобы школа также знала, и медспециалист, который находится в школе, знал, какие прививки ребенку нужно доставить, если они не были проставлены. Там что-то по возрасту, допустим, нужно поставить. И, соответственно, после прохождения медосмотра врач-педиатр делает заключение о состоянии здоровья ребенка, относится к определенной группе здоровья и дает заключение по занятию спортом, кто определяет группу физкультурную, и, соответственно, нагрузку, которую может получать ребенок в школе. Это, соответственно, тоже удобно для школы. Они уже сразу знают, в какую группу физкультурную определить ребенка учителем. Татьяна, вот, кстати, наш зритель пишет, Лина Новикова, что сейчас медицинская карта с детского сада, и она так и переходит, правильно я понимаю, в школу и в дальнейшем. Если у родителей уже, допустим, была детская карта с сада, она велась, соответственно, не обязательно ее заводить новую, они могут прийти с вот этой картой, и, соответственно, мы просто продолжим ее заполнять. Там есть определенные графы осмотра ребенка перед школой. И мы, соответственно, там вот прописываем туда все заключения, и специалисты вносят, и мы, как педиатры, уже там в определенном блоке ставим свое заключение. Поэтому, конечно, необходимости новую прям заводить. Но если у родителей ее не было, то, соответственно, заводится новая карта для школы. Хорошо. Еще хотел уточнить, знаете, какой вопрос? Вы сказали, что раньше это было прям строго обязательно, а сейчас как-то более спокойно к этому относятся. Правильно я понимаю, что можно вот там, если вдруг не успели до 2 сентября пройти всех специалистов, все равно в школу попадут. Никто не будет на входе проверять медицинскую карту, это и такое не пропускать. Это я просто веду к тому, что у нас сейчас с вами 22 августа сегодня, и осталось совсем мало времени до 2 сентября. И вот я, например, хоть я и врач, но в этом плане не очень организованный родитель, спохватился буквально вчера, что необходимо, оказывается, все это оформить. И получается, что я не успеваю всех, к сожалению, пройти. Еще в школе не интересовался, как к этому отнесутся. Но существует ли ситуация, в которой, например, просто скажут, без медкарты мы не бустим вашего ребенка. Надеюсь, что, конечно, нет такой ситуации. Сейчас нет. Это вот ранее для зачисления именно в первый класс. То есть это было в обязательном списке документов, медкарта фигурировала. А сейчас такого нет. И это, скажем так, отдано, как это сказать, это рекомендация, скорее, для родителей по медосмотру, который нужен пройти. Но это не значит, что вас не пустят без этой карты в школу. Возможно, школа в дальнейшем на месте организует медосмотр необходимыми специалистами ребенка, если что-то было не пройдено. Либо попросят донести, соответственно, карту в течение какого-то времени, как бы все-таки предоставить школе информацию. То есть это не обязательно, но школы запрашивают эту информацию. Хотел, знаете, еще обсудить какую тему. Вот я как стоматолог знаю, что детей нужно к стоматологу показывать с самого первого зуба. То есть вот как только зубы прорезались, вы их увидели в полости рта, и дальше уже, собственно говоря, ваш специалист, у которого вы наблюдаетесь, вам формирует график осмотра в зависимости от возраста и так далее. Это мы называем профилактическими осмотрами, потому что прекрасно знаем, что предотвращение возможных стоматологических заболеваний, их профилактика – это наиболее комфортное состояние для человека, потому что когда болит или что-то разрушилось, это уже развитие заболевания. Чтобы этого им предотвратить и не возникало, мы рекомендуем регулярно посещать стоматолога. Есть ли какие-то рекомендации по регулярности посещения педиатра, если ничего не беспокоит? Ну, если не брать, скажем так, деток до года, да, там, может быть, даже до двух, там все-таки профосмотр рекомендуется чаще, там, на первом году это ежемесячно, с первого по второй год это раз в три месяца. В дальнейшем, если ничего не беспокоит, то педиатры посещают раз в год, то есть вот там в четыре, в пять лет плановый осмотр, и, соответственно, также вот по приказу, либо если есть какие-то жалобы, мы можем добавить дополнительные какие-то обследования, то есть, которые нужны конкретному ребенку, либо какого-то конкретного специалиста, если появился запрос, скажем так. А так, в целом, по приказу это раз в год, и ребенок должен быть осмотрен, если нет каких-то проблем. Но, к сожалению, так редко бывает, чтобы совсем не было никаких проблем, поэтому наши пациенты, конечно, чаще обращаются к докторам, но, тем не менее. Мне кажется, это немножко искаженная статистика. Они к вам и обращаются, потому что у них есть проблемы, да? Да-да. Надо разделять людей, которые ходят на профилактический осмотр, и у них все хорошо, такие все-таки тоже есть, наверное. Есть, конечно же, есть. Но вот для таких деток раз в год должен быть осмотрен. Потому что всегда есть вопросы, которые с родителями нужно обсудить в том числе. И, может быть, где-то так, если прицельно порасспрашивать, то будет и какая-то проблема, так если педиатр, скажем так, так хорошо покопается и расспросит родителей, вот, может и такое быть, поэтому раз в год хотя бы. Татьяна, вы упомянули еще, что в перечень тех, кто идет в 6 лет, по-моему, туда входит как раз еще осмотр психотерапевта. Правильно я вас слышал? Да, было бы интересно тогда и ломно тем послушать. Тоже вот такой же вопрос, как регулярно необходимо посещать детского психотерапевта, если нету жалоб, вот, помимо диспансеризации. И какие могут быть рекомендации, да? Например, ну, ничего не беспокоит, там, по вашему профилю ничего не нашли. Ну, вот помощь с точки зрения психологической помощи, да, ребенку в изменении такой ситуации, как у него сильно меняется, там, он из сада или не ходил до этого в сад, идет в школу. Другая социализация, другой объем оторванности от дома, там, от родителей. Может быть, есть какие-то советы по взаимодействию, и в том числе то, как успокоить тревожных родителей. Есть ли какие-то варианты? Тревожными родителями это всегда большой вопрос. И отдельная работа. Вот, но, наверное, тут имела в виду Татьяна Анатольевна. И она сказала, что это речь про психолога, да, и про то, насколько вообще ребенок готов в первый класс идти, да, готов к такой сепарации, да, уже с родителями, потому что это уже ребенок отдельно, да, там, это не совсем все-таки определенные правила, определенная дисциплина, ответственность, да, увеличивость там в течение этих 31 минут, которые очень важны. И здесь больше, да, на вопрос ребенок выдержит, да, вот эту вот какую-то ответственность, да, новые обязанности, новая вот адаптация. Понятно, что всем сложно. И детям очень тревожно в первый класс идти, все новое, новые люди, незнакомые, маму надо отпустить, да, ручку ей уже не дать. Мама куда-то уходит, непонятно, оставляет с какими-то чужими людьми, какими-то непонятными детьми. Они тоже очень разные, да, и тут что важно? Во-первых, наверное, важно первое – это спокойствие родителей. И если они будут спокойны, если они будут изначально, да, транслировать детям, что все классно, все здорово, там, новые друзья, новые знания, столько всего у тебя ждет интересного нового, вот, да, там, можно даже познакомиться заранее с этим учителем. Почему нет, да, там, при этом собрании бы сказать, вот, смотри, здоровайся, там, все хорошо, никто не кусается, все такие же, да, там, настроенные, все любят, все, там, условно, в одинаковых условиях. И не будет транслировать, что так, все ли в порядке, ага, так, никто нас не обидит, ой, так, а ты справишься, да. То есть если не будет изначально немножечко вот такого страшилок, да, в адрес школы, то, конечно, и ребенку будет интереснее, да, то есть постараться его заинтересовать. А что там может быть классно, что там может быть интересным, да? Ну, скажешь, что можешь побегать на перемен. Вот, там, есть во дворе тоже лазалки-ползалки, ты там, вот, позанимаешься, а дальше ты можешь там поиграть, да. То есть как-то его замотивировать немножко и подкрепить чем-то положительным, чем-то интересным, классным. Сказать, да, ребенок, конечно, должен быть готов и уметь говорить «нет», безусловно, да, то есть это тоже важный такой момент. Иногда бывает, что ребёнок настолько подготовлен, что он на всё говорит, что тоже не перегнуть. Хорошая подготовка. То есть уметь всё-таки отказывать даже взрослым людям, это тоже важно, потому что у нас, мы знаем, разный опыт, да, и пациенты в подростковом возрасте рассказывают некоторые, конечно, ужасы про начальную школу, но это мы всё-таки воспринимаем как исключение, да, из правил, и стараемся всё же настраивать на позитивный лад какой-то, да. То есть понятно, что там каникулы, понятно, что веселье, радости, да, у детей, а тут как бы совсем другая, более такая дисциплинированная, да, запланированная жизнь, но что можно попробовать, да, купить классный портфель, тот, который хочет ребёнок, да. Ну да, вовлечь в выбор аксессуаров. Да, в магазин, в канцелярию, классную, какую хочешь, яркую, там, тетрадочки, дневнички, да, давай вместе выберем, да, да, это то, что ему будет напоминать, во-первых, о родителях, это выбор, да, вместе с ними, да, это то, что будет ему захотеться достать, да, показать классный пенал, классные, там, ручки, эластики, поделиться, да, там, может быть, ещё как-то. И, конечно, важно проверить, да, насколько человек социализирован, да, маленький человек, насколько он, в принципе, себя комфортно чувствует, ну, можно понаблюдать на площадке, да, в садике, насколько легко прошла адаптация, есть ли у него там друзья, взаимодействует ли он с ними, да, или он так, ну, как бы, изгоем каким-то, да, или чувствует, что ему некомфортно, да, совсем с детками, тут имеет смысл подумать, да, почему это происходит, а что является причиной, ну, просто какое-то природное изменение, да, опять же, почему, может быть, низкая самооценка, может быть, как-то в семье мало уделяют внимания, почему нет, да, мы все разные, много работаем, и бывает такое, что где-то что-то, ну, пропустили, тоже подумать, да, об этом, почему, а что я могу в этой ситуации сделать, ну, больше уделить внимания, поговорить, например, да, разобраться. Если самим родителям сложно, то в этой ситуации действительно имеет смысл обратиться к психологу, да, и обсудить, например, а что могло повлиять, и как я могу тут помочь своему ребёнку легче адаптироваться, да. Ну, как правило, это на этапе сада уже понятно, да, какой ребёночек, насколько ему легко адаптироваться, мы все очень разные, взрослые дети, кто-то чуть более тревожный, кто-то там прям сломя голову, да, мчится дружить, да, кто-то, наоборот, даже слишком общительный, его очень много, да, тоже имеет смысл. Да, кто-то тревожит всех остальных детей, кроме себя. Да, немножко так, притормози, дружочек, да, и другому тоже что-нибудь сказать. Вот какие-то такие моменты, ну, мы сейчас, наверное, не говорим, да, тут о каких-то расстройствах аутистического спектра, я думаю, это уже гораздо раньше выявляется, чем в первых классах. Ну, опять же, да, история с СДВГ, да, это частая сейчас очень история. Ну, тоже понятно, да, ребёнок очень активный, во всё увлекается, неусидчивый, ему очень сложно сосредоточиться, даже там на 15-20 минутах сад и занять. Ну, тут как бы человек, родитель, как бы он заметит это, и, конечно, следует обратиться к психологу за помощью, потому что это то, что будет ему мешать взаимодействовать с одноклассниками, вываживать отношения с учителем, потому что одно дело – информированный учитель, и он тогда, да, уделит внимание и поймёт, как немножко организовать, да, какую-то, может быть, историю взаимодействия именно с этим ребёнком, да. А есть те, которые, наоборот, конфликтуют, да, считают это недисциплинированностью какой-то, но обычно это такой старой закалки, наверное, да, для больше. Понимается какая-то, ну, травля не хочется говорить, но всё-таки, да, на этого ребёнка очень много замечаний делают, вызывают родители, и это первый класс, и, конечно, тут демотивируется этот ребёнок, бедный, да, и не хочется уже ни эту школу, ни этих одноклассников. Хочется верить, что педагогов таких всё меньше и меньше, мне кажется, просвещение это даёт знать о том, что психологическая зрелость и восприятие мира детьми, особенно в таком возрасте, она очень разная может быть. Эти истории ещё остаются. Недавно вот на приёме у меня была мама, которая рассказывала. Поэтому, увы, да, мы это имеем, и, конечно, хочется больше информированности и даже, может быть, больше вовлечённости и в желании этих учителей как-то, ну, найти контакт с этими детьми, а не просто пытаться воспринимать это всё на родителей, на проблемы ребёнка и прочее. Илона, тут Лина, наш зритель спрашивает, интересный вопрос, как понять, готов ли ребёнок психологически к школе? Мой ребёнок идёт в первый класс и уже не хочет идти в школу, нет мотивации. На самом деле, немножко, может быть, перефразировал, а как понять, что не готов? Есть ли прямо вот какие-то красные флаги, которые говорят, что лучше ещё годик подождать, например? Сложно так, конечно, ответить на вопрос, готов он и готов. Это всё-таки такие общие характеристики, и надо смотреть каждого ребёнка отдельно, в чём именно он не готов. Это неготовность, например, он не может дать ручку-карандаш? Наверное, да, он ещё не готов, да, то есть потому что много пишут, наверное, занимаются. Это неготовность, потому что он агрессивный, кидается. Ну, Лина, я сейчас не про вашего конкретно, да, ребёнка, а в целом, да, и не может, например, в принципе, налаживать контакт с детьми. Ну, наверное, тоже, да, тут стоит подумать, да, либо выбрать специальный класс, либо там начальный какой-то подготовительный класс взять, да, чтобы посмотреть, как-то адаптировать его в школе. Потому что однозначного, наверное, решения здесь нет. Маме всё-таки лучше и виднее, насколько ребёнок готов. Но важно вот именно посмотреть двигательную активность, да, ручку держит, там, например, писать может, да. Насколько усидчив всё-таки ребёнок в этом возрасте, может ли он хотя бы 15 минут вот с мамой посидеть, там, послушать сказку, да, или порисовать с ней опять же, то есть какие-то такие разукрасить. Или он там вскакивает уже через 5 минут, ему совсем неинтересно. Может быть, вам имеет смысл просто, Лина, спросить, да, поговорить, почему он не хочет в школу. Может быть, его просто пугает новое что-то, да, какая-то новая обстановка, и это нормально, что это его пугает. Попробовать валидировать его чувства и сказать, «Малыш, да, ты переживаешь, это абсолютно нормально. Я тоже немного волнуюсь, но я уверена, что всё будет хорошо. Ты там найдёшь новых друзей, я буду рядом с тобой. Мы всегда там можем с тобой поговорить о том, что тебя волнует. Не стесняйся говорить о том, что тебя пугает. Давай, хочешь, там, мы с тобой первый класс вместе пойдём, да, познакомимся, посмотрим, кто учитель, да. Я уверена, что у тебя всё получится, всё хорошо будет, и, ну, найдёшь, что тебе будет интересно». Ведь там много разного, тем более первый класс, и рисование, да, и лепка туда входит, и прогулки достаточно там, 30-минутный урок, то есть там их не нагружают прям в первый класс, да. Может быть, мотивирует тебя. Так рассказывайте, что мне самому захотелось сейчас в первый класс пойти. Да, наверное, здесь, как это резюмируя, что это вовлечённость родителя должна быть в ту историю, чтобы заинтересовать ребёнка. Но вот я вспоминаю истории собственной жизни, что у меня моя мама рассказывала, что она меня так замотивировала сходить в первый класс, я сходил и в первый же день я вернулся и сказал, я больше туда не пойду. Да, и поэтому тут как бы замотивировать пойти, да, а потом эту мотивацию необходимо поддерживать постоянно. И вот, например, из личного опыта такого сторителлинга у меня прям такая игра с сыном про то, что он мне должен каждый день рассказать, что он нового интересного узнал из посещения в школе. Всё классно. Да, и вот у него прям такой челлендж, что-то всё-таки новенькое притащить оттуда. Но иногда бывали дни, конечно, что он не узнал. И мы тогда там думаем, почему так произошло, и что можно было бы исправить. Я хотел бы вернуться к Татьяне, знаете, забыл, какой вопрос задать. Обычно, когда в сад идёт ребёнок, то родители сталкиваются с регулярными заболеваниями ОРВИ. Да, и вот даже есть такая шутка, которая не шутка. Две недели ходим, две недели дома сидим. Это связано с естественным физиологическим формированием иммунитета. Есть ли такая же история, похожая, может быть, какая-то по аналогии с посещением школы? Да, к сожалению, есть. Потому что, скажем так, меняется окружение ребёнка, меняется, скажем так, вот эта распространённость инфекций. И те инфекции, которые персистируют, скажем так, в одном коллективе, они могут немножечко отличаться от того, что было до этого. Поэтому, к сожалению, всё равно детки, которые идут в первый класс, они тоже могут начать часто болеть. Конечно, реже, чем в детском саду это было. Но, тем не менее, такой момент есть. И поэтому здесь нужно проводить только какие-то такие мероприятия, направленные больше на гигиену, для того, чтобы немножечко снизить частоту и риски заражения. Но глобально, к сожалению, сделать мы с этим ничего не можем, пока ребёнок, скажем так, не освоится в этом уже новом коллективе. И, к сожалению, детки не обменяются всеми заболеваниями инфекционными, которые есть в этом коллективе. Конечно, родители это могут повергать в шок. Как же так? Мы болели в детском саду уже очень долго. Потом всё стало хорошо. И вот пошли в школу, и вот опять. Что же нам делать? Может быть, у нас... Родителям остаётся только понять и принять, что это естественно. Я вспомнил гигиену рук, когда я пришла на переменку, значит, за первый класс. Они там валяются, что они там вытворяют. С гигиеной рук там всё очень плохо. Ну, слушайте, можно поваляться и после этого пойти мыть руки. Да, вот здесь такой момент. Ну, вот эпидемия ковида нас вроде всех научила мыть руки. Главное теперь просто это часто делать и детей к этому приучать. Потому что даже если они визуально и физически ни в чём не испачканы, лучше. Чем чаще моют руки, тем меньше как раз заболеваний инфекционных. Точно. Так, ну давайте я немножко по стоматологию расскажу. У меня тоже есть некое такое умозаключение, которое я хочу поделиться с нашими подписчиками, с нашими слушателями. Потому что, как я уже упомянул немножко ранее, что стоматолога мы начинаем посещать сильно заранее, чем в первый класс необходимость идти появляется. Но те, кто вдруг не посещал стоматолога, сейчас необходимо получить справку, это называется справка о санации, да, осмотр стоматолога. Скорее всего у вас там будет написано, что необходимо провести санацию, то есть пролечить какие-то зубы. И здесь я рекомендую выстроить диалог с стоматологом, связанный с тем, чтобы распределили ваш план лечения, таким образом, чтобы он был приоритетным. То есть то, что нужно быстрее решить, и то, что может обостриться и там подпортить привычный текущий ритм жизни, и то, что можно планово растянуть. Понятно, что затягивать не нужно, обычно стоматолог определяет сроки, какие нужно это сделать. Это я веду к тому, что как раз ребенок идет в первый класс, и вот там со 2 сентября у него начинается период адаптации, и, конечно, еще таскать его потом к стоматологу после школы или вместо школы. Видите, как это только сказал про стоматолога, сразу все грохнулось. Собственно, не очень комфортно будет, потому что здесь и психологическая адаптация к новому коллективу, к новой обстановке, и еще и психологическая адаптация к стоматологу. Слишком много экстремальных ситуаций для маленького человека. Поэтому потихоньку, планово, напоминаю, что наши клиники работают с 8 утра до 22, 7 дней в неделю, можно подстроить график и подобрать плановые визиты, которые будут вам комфортнее. Есть дети, которые рано начинают свой день, и можно успеть это сделать, например, с утра, а есть, наоборот, кто позже заканчивает. Поэтому здесь просто не паникуйте, аккуратно пообщайтесь с стоматологом на тему планирования этих визитов и необходимости их во временном промежутке, и все у вас будет хорошо. Вот. Что мы еще с вами можем обсудить на эту тему? Может быть, у вас есть какие-то нюансы, которые мы не осветили еще, коллеги? Скажите. Я знаю, что был в плане вопрос про вакцинацию деток перед школой. Вот можем сейчас обсудить этот вопрос. Там достаточно большой блок прививок, который делается в этом возрасте. И в основном это, конечно же, ревакцинация. Но, тем не менее, многие школы, скажем так, достаточно трепетно относятся к теме вакцинации, потому что в школе, допустим, могут делать деткам какие-то прививки, и невакцинированных детей могут, скажем так, отстранять от занятий, да, если они не привиты, и достаточно на длительные сроки, до нескольких месяцев, просто чтобы заботиться об их здоровье. Это касается вакцинации от полимелита, допустим. И, соответственно, относительно туберкулинной диагностики, также достаточно активно за этим смотрят, и деткам, которые не проводят пробу МОНТУ либо не ставятся детский тест, соответственно, тоже могут не допустить к обучению, причине того, что школы обязаны формировать, скажем так, безопасную среду для других детей, вот, и, как бы, детки, у которых неизвестен их статус относительно туберкулезной инфекции, да, их могут, как бы, ну, предложить какой-то альтернативный вариант обучения, допустим, то же самое обучение на дому, если родители по какой-то причине отказываются проводить туберкулинную диагностику. Вот. Татьяна, но это инициатива школы, или есть какие-то требования регуляторные государственные на эту тему? Это САНПИН, вот, который регулирует, соответственно, правила нахождения, да, деток в школе, поэтому, как бы, школы, вот, согласно САНПИНу, могут, как бы, предложить родителям альтернативный вариант. Вижу комментарии наших зрителей о том, что кто-то не ставит МОНТУ, но сдавали антифероновый тест, да, альтернативы, если родители по какой-то причине не хотят ставить МОНТУ или Диаскин, то можно сдавать там анализ крови и делать антифероновый тест, и это тоже, как бы, считается методом диагностики и принимается в школе. То есть, как бы, такой вариант, да, тоже возможен. Вот. А так, вообще, в возрасте 6-7 лет рекомендуется делать ревакцинацию от кори эпидемического паротита и краснуки. Сейчас достаточно была большая волна заболеваемости кори, в том числе и в Москве, и вообще, в принципе, в стране. Поэтому это важно, так как были карантины, в том числе, вот в прошлом году активно школы закрывались, да, на карантине по кори, и деткам, которые были там в контакте с пациентами с кори, приходилось экстренно искать где-то вакцину, да, для того, чтобы вот экстренно провакцинироваться и обезопасить себя. Это было непросто, потому что у нас были в нашей стране перебои с поставкой вакцин от кори. Вот, поэтому, ну, желательно заранее, да, как бы, если вот возраст подошел, 6 лет, сделать эту прививку. Вот, также рекомендуется вторая ревакцинация дифтерии, столбника и коклиша, особенно от коклиша. Два года подряд коклиш, вот, просто все рекорды по заболеваемости и страдают в основном детки, вот, которые идут в школу и более старшие дети, потому что титр вакцин, он, титр-антител он снижается и, соответственно, отрицает прививку заболеть коклишом вот именно в этой возрастной категории. Поэтому настоятельно рекомендуем делать вот эту прививку именно с коклишным компонентом, чтобы защитить детей от этого длительного, изнуряющего кашля. В принципе, коклиш не самое легкое заболевание, конечно же. Вот, и проводится еще третья ревакцинация, последняя заключительная, от полиомиелита, как раз именно если у деток не законченный какой-то, да, график вакцинации от полиомиелита, либо там поставлено только несколько вакцин от полиомиелита, именно вот таких деток могут отстранить от посещения школы, если другим детям сделали живую вакцину от полиомиелита. Вот, поэтому здесь как бы родителям важно проследить за тем, сколько вакцин сделано их ребенку, чтобы не получилась вот такая вот ситуация с полиомиелитом. Вакцинация это очень важно, мы за вакцинацию, за коллективный иммунитет, потому что действительно очень много карантинов было, тяжело переносят эти все заболевания дети, и это, ну, важный такой момент. Да, Татьяна, тут вопрос тоже о вашей специализации. Как вы относитесь к комбинированным поливалентным вакцинам? Вопрос от взволнованного папы. Наконец-то папы присоединились. Папы вошли в чат. Спасибо за вопрос. Я так понимаю, что это наши комбинированные вакцины, наверное, Пентоксин, да, и там Infantris Gex. Надеюсь, что я правильно поняла вопрос от нашего зрителя. Я прекрасно отношусь к этим вакцинам. Это позволяет сделать, скажем так, за одно введение достаточно большой спектр наших антигенов, увезти я не хотел, вот, и, соответственно, ребенку доставляется меньше дискомфорт, а мы как бы за один раз пребываем вот просто по всем фронтам, что называется, вот, и я прекрасно отношусь. Хорошие вакцины, от них достаточно мало каких-то побочных эффектов, ну, такие общие, скорее, побочные эффекты, которые бывают, в принципе, от всех вакцин, и хорошо переносятся детьми, поэтому я за комбинированную вакцину. Это очень удобно. Я хочу еще, кстати, с нашими зрителями поделиться тоже личным опытом. Мои дети наблюдаются и обслуживаются в клиниках Фэнтези, и то, как там происходит вакцинация, это, конечно, просто песня. Дети сидят в VR-очках, им могут в два плеча одновременно с двух рук две медсестры это делать, они ничего не замечают, такие, что произошло, им сразу вручаются какие-то отвлекающие подарки или что-то, и поэтому этот опыт такой незабываемый, потому что им не о чем помнить, в принципе, как будто ничего не произошло, поэтому очень рекомендую для того, чтобы не... Мы, как стоматологи, знаем, что такое негативный опыт у пациентов, и нам удалось это внести в общую медицину, это здорово очень, что дети не получают такого негативного опыта от уколов и от вакцинации, поэтому рекомендую к посещению, собственно говоря. Я завидую своим маленьким пациентам, когда им предлагают всевозможный выбор игр, VR-очки, просто там космос, и все это проходит действительно легко и незаметно как-то для наших пациентов, поэтому все достаточно безболезненно, и ребенок не получает какого-то стресса от этой процедуры. Поэтому, да. Так, Илона, наверное, вам вопрос, связанный, знаете, с тем, подготовку мы разобрали, а как, по каким признакам понять и понять, что необходима помощь специалиста в вопросе адаптации ребенка в школе, например, да, то, что он там не сообщает какие-то проблемы, или мы видим по косвенным признакам, не делится чем-то, да, там, своими переживаниями. В какой момент подключать психолога? И так, я понял, из того, что вы рассказываете, есть вариант, когда это такая консультация родителей именно у психолога, то есть мы непосредственно не ребенка приводим, там, например, на прием, а сами как родители приходим, и свои переживания и рассказываем, как третий лица, получается. Да, ну, как бы у детских психологов и, в общем-то, психиатров всегда есть такое правило, да, что если ребенка приводят на консультацию, мы с родителями, потому что родители часто транслируют, да, многие вещи именно деткам, и перенимается и тревожность, да, и какая-то замкнутость, настороженность, да, ощущение безопасности к окружающему миру, вот, какие-то такие моменты, и родители просто часто по незнанию какие-то такие вещи, да, делают, о чем-то беседуют там в присутствии ребенка, и он это немножко по-другому может интерфицировать и делать какие-то свои выводы, так скажем. Расстройство адаптации к школе мы имеем в виду, когда уже, соответственно, ребенок пошел, да, в первый класс, что мы можем заметить? Ну, например, ребенок возвращается и плачет, да, ребенок, в принципе, не хочет идти в школу, и отказывается туда идти, ребенок не учится, да, то есть он по какой-то причине просто не усваивает информацию, и, ну, никак, вроде мама дома сидит, и репетиторов уже набрали, а он все не воспринимает, или там идет и все равно получает плохие оценки, или плохие смайлики, или там, да, вместо звездочек еще какие-нибудь рисунки, или если мы понимаем, что он не смущает, да, то есть ребенок не рассказывает об одноклассниках, что там, вот он сегодня с Антоном, не знаю, побегал, мяч попинал, или наоборот, что-то они не поделили, к примеру, да, то есть что-то не так, что-то не так, или говорит, там, в принципе, вы смотрите, пришел ребенок счастливый, да, в школу, а что-то с ним не так, из-за настроения, он стал каким-то подавленным, мрачным, да, подражительным, плохо спит, плохо ест, да, это то, на что точно стоит внимание, это значит, что-то не так. И при этом ребенок не обязательно будет вам рассказывать, даже если у вас классные отношения, да, он может не понимать, что это ненормально, ведь это для него новая среда. Он может, может быть, кто-то его запугивает, опять же, и говорит, там, попробуй только рассказать, завтра я тебе, там, наваляю, да, вот, и так далее. Поэтому очень важен контакт, если вы чувствуете, что что-то в вашем поведении ребенка изменилось, что-то не так, да, просто даже вот подозреваете, лучше поговорить с водителем, да, с классным, то есть с учителем, поговорить с ребенком, он наверняка откроется, да, можно, почему мы и спрашиваем, а как у тебя день прошел, а что было сегодня новенькое, с кем ты сегодня дружил, да, с кем ты сегодня играл, а с чем вы занимались на переменках, да, окей, а как тебе вкусно сегодня было в столовой, ты ел сегодня, а что было вкусно на обед, просто банальные какие-то вопросы не серии, как у тебя дела, да, да, все хорошо, все нормально, а просто расспросить, а что именно нормально, что понравилось, что-то помню, интересно и так далее. И тут ребенка может пробовать в какой-то момент, и он может выложить такую историю, о которой мы даже не подозреваем, да, а может она просто сказать, да, все было классно, мы сегодня бегали, играли, вкусные пельмени были там, я не знаю, вот, учитель сегодня так много интересного рассказал, а он мне похвалил, сказал, какой ты молодец, какая буква А красивая, и вот это в первую очередь. И еще я хотела бы, наверное, родителей попросить, чтобы они не сжали, конечно, в первом классе, количеством кружков, каких-то требований, да, чтобы он классно уже писал к концу года, чтобы он там супербыстро читал. Нет, ну, как бы в школе жизнь, конечно, большая, да, но только этим дети должны быть сейчас, у них должна быть оставаться свободная игра, да, какое-то свободное время, просто играть, собрать лего, порисовать то, что ему хочется, не знаю, побегать на площадке, опять же, да, то есть не сразу включаться в этот огромный учебный процесс, да, позволить ему еще остаться в этом детстве, поиграть, повеселиться, погонять балду, там, что-то такое. Ну, да, 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 что, у тебя начальная школа, это приучить, ну, интерес привить к обучению, а не нагрузить его сразу всей программой, чтобы такой, ну, все, я справился за год, за пять лет, погнали дальше, нет. Опять же, да, и смотреть по ребенку, да, если он спортивный, окей, дать ему там побегать, попрыгать после занятий или записать его там в такой кружок прям при школе, чтобы сильно далеко тоже время, да, на логистику, на переезды не было. Если он, наоборот, такой спокойный, тихий, оставить его в покое после школы, чтобы он немножко побыл в одиночестве, почитал книжку, собрал лего, перегрузился, переключился от этого шума, гамма, который был в школе. То есть очень индивидуально прислушивайтесь к своим детям, верьте им, да, смотрите, следите за их эмоциональным состоянием и доверяйте, да, тому, что они говорят. Это очень важно, потому что мы иногда немножко обесцениваем, говорят, да ладно тебе, ничего, все пройдет, все будет хорошо, да ладно, что ты плачешь, так у всех бывает. Нет, да, плакать это нормально, да, но мы плачем по каким-то причинам все-таки. Либо устал ребенок, либо что-то прошло, там, поругался, не поделили игрушку. Обсудить это с ним просто, да, сказать, а почему не поделили, а как бы ты поступил, да, а что бы мы могли с тобой сделать, давай в следующий раз сделаем как-то по-другому, чтобы, да, вы там не подрались. Вот, и верите, не говорите, что, ой, все, ужас, ужас, кошмар, да, мы больше в эту школу ходить не будем, я пойду там всем нагоняю, устрою, да, попробовать ему доверять. Пусть он немножечко сам адаптируется, ну, подсказывать, немножечко отправлять его, да, в каких-то моментах. Ну, да, школа – это тренировка в жизни, собственно говоря, взрослой, там совсем можно сталкиваться. Так, спасибо, очень прям, мне все импонирует, как вы рассказываете. Татьяна, тут вопрос, да, к нам пришли, ну, по поводу осложнений поствакцинальных, мне кажется, мы все предупреждаем, это в информированном добровольном согласии, да, и это все обсуждается с педиатром, потому что назначение вакцинации происходит только после консультации с педиатром, и мне еще импонирует, что обязательно после этой процедуры просят в игровой зоне задержаться на полчасика для того, чтобы посмотреть, как все протекает, если будет необходимость, то как бы вмешаться в эту историю. И вот по поводу поставок, я, вот, у меня нет информации по поводу пенитоксима, я не знаю, есть ли у нас какая-то актуальная на данный момент. И сейчас прям по актуальной информации по наличию вакцины у нас в клинике я, к сожалению, не подскажу. Да, это у нас всегда, да, у наших администраторов, уточнить, они в курсе этой истории. И очень часто мы, кстати, на самом деле, если вдруг есть какие-то дефициты каких-то определенных вакцин, у нас есть возможность зарезервировать под конкретного человека, пациента, когда то, что было в дефиците, появляется, мы обязательно в соцсетях об этом объявляем, у нас есть тоже очередь, лист ожидания, и мы в этом вопросе, конечно, на поддержке, потому что, да, был определенный период, когда в силу определенных геополитических обстоятельств были сложности с вакцинами, с какими-то препаратами, но это все решаемо, просто период ожидания должен быть. И как раз, вот мы, собственно говоря, наша сегодняшняя встреча говорит о том, что ко всему к этому нужно заранее готовиться. Когда ты заранее готовишься, то все вовремя и в срок происходит, вот, нежели когда быстро и оперативно это нужно сделать. Поэтому если вдруг есть вопрос по поводу наличия, можно там написать, не обязательно звонить, можно написать даже в наши аккаунты Инстаграма, да, и вам там администраторы ответят быстро и проконсультируют на эту тему. Да, все верно сказали, вот даже нечего добавить. Собственно, давайте тогда, наверное, завершать, мне кажется, мы все обсудили. Я еще раз представлю вас, когда мы прощаемся, с нами была сегодня Татьяна Резцова, это врач-педиатр клиник Фэнтези, и Илона Богданова, психотерапевт медицинского центра доктора Александровского. Меня зовут Святослав Коба, собственно, подписывайтесь на все наши аккаунты, да, если вдруг не подписаны, а для наших пациентов, которые вновь и впервые приходят в медицинский центр доктора Александровского, приятная информация, что у нас появился личный кабинет, где вся ваша медицинская информация хранится, и вы можете взаимодействовать с клиникой, и если вы там оформите этот личный кабинет, зарегистрируйтесь в нем, то вам там капают бонусы на, собственно, на обслуживание в нашей клинике. А еще у нас самый вкусный кофе в Москве в кофейне. Это подтверждено, мы говорим. Спасибо, коллеги. Да, видите, папы успокоили, и значит, все было визы. Да, самое главное в нашей работе успокоить и пап, и мам. Если вдруг остались какие-то вопросы, которые мы не осветили, или вы посмотрите этот эфир не в прямом, а в записи, то под эфиром оставляйте комментарии, мы обязательно вернемся и ответим. Все, будьте здоровы, готовьтесь к школе и ничего не бойтесь. Продолжение следует... Решитель.